Часть жителей микрорайона Январский оказалась в ловушке из-за талых вод, которые размыли оживленный участок улицы Краматорская. Там образовался настоящий овраг, разделивший улицу пополам. Если пешеходы еще как-то перебираются через него, то для автомобиля это расщелина непреодолимое препятствие. Местные жители боятся, что в случае чего экстренным службам будет сложно добраться до некоторых домов. На месте побывал Дмитрий Гаврилов. Это уже последствия. Пару недель назад на месте этого ручейка бурлил поток талых вод. Он-то и разрушил часть улицы, образовав промойную шириной несколько метров. Водопропускная труба с потоком не справилась. Здесь труба зарыта, но труба либо заилина, либо засорена. Очень много талых вод спускается с верхнего именно Январского. Так как труба не справлялась, была засорена, скорее всего, и она пошла и поверху. Местные жители считают, что свой вклад в промойну внесли и жители верхней части микрорайона. Якобы талые воды скапливались на их участках из-за неработающей дренажной системы. И для их отведения выкопали русло. Сейчас вода ушла, но канава осталась. А враг буквально отрезал от большой земли порядка 30 домов. Осталась обделена улица полностью проездом. Если случится какая-то беда, пусть это пожар, пусть это тот же самый у нас сейчас меняют столбы. Не так давно был обрыв электролинии. Эти же МЧС, эти же пожарные службы, скорые помощи, они не подъедут ни с этой стороны, ни с той стороны. И получается объезд этот 7 минут времени, который могут лишить человека жизни. За помощью восстановления дороги и дренажной системы люди обращались и в районную администрацию, и в ТОС. Но ответов не получили. А прошло уже больше недели. Единственное изменение – проблемный участок обнесли оградительной лентой. Но сделали это сами жители. Хотелось бы, чтобы прочистили. Там труба есть, она заилина, засорена. То есть, чтобы ее дренажную систему восстановили и дорогу сделали ровной, как она была. Это вот сколько я здесь живу, первый раз такое произошло за... Ну вот мы здесь живем 16 лет уже. Мы тоже обратились в администрацию Орджоникидзовского района и получили ответ. Работы по устранению провала запланированы на 23 апреля. Продолжительность работ зависит от объемов, которые будут определены после вскрытия аварийного участка. Запланированы работы по прочистке дренажной трубы, подсыпке и укреплению основания, а также приведение в нормативное состояние самого дорожного объекта. В администрации добавили, что будут следить за ситуацией в течение весны и лета. Дмитрий Гаврилов, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.